Мастер и Маргарита Практически с момента крещения Руси Шла борьба за то, чтобы вывести Русскую Православную Церковь Из-под влияния Константинополя Многие попытки оказались тщетными Но ситуация резко изменилась к середине 15-го столетия Русская Церковь выступила против распространения влияния Папского престола на православный мир Тем более, что в 1453 году пал Константинополь Столица Византийской империи и центр православия Церковь и власть Россия 15-17 век У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Игорь Андреев Здравствуйте Игорь Данилевский, выпускник исторического факультета Ростовского государственного университета Доктор исторических наук Профессор государственного университета Высшей школы экономики Автор книг и публикаций в том числе Древняя Русь глазами современников и потомков 9-12 века И русские земли глазами современников и потомков 12-14 века Игорь Андреев, выпускник Московского государственного педагогического института Профессор, кандидат исторических наук Преподает в высшей и средней школе Автор более 100 научных работ и публикаций В том числе Алексей Михайлович и Век устроения МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще сказать, что первые века отечественной истории Это достаточно были спокойные века, я бы не сказал По-разному складывались отношения И это просто были несколько более дальние отношения Потому что речь шла о местных князьях И Константинобольской патриархии Которая, собственно говоря, стояла над русской церковью Но первый, наверное, такой серьезный шаг Это Ярослав Мудрый Который ставит своего митрополита Русины Это знаменитый Лорион Автор слова о законе и благодати Настоятель домовой церкви Ярослава Но он продержался Всего несколько лет То есть, видимо, все-таки Прессинг со стороны Греции был достаточно силен Второй такой серьезный шаг И шаг очень Серьезный, я бы сказал Это попытка Андрея Боголюбского Установить своего митрополита Когда, перенеся столицу во Владимир Он тут же собирается поставить своего фидорца В качестве митрополита И получает очень резкую отповедь От константинопольского патриарха А какие аргументы у Константинополя? Русскую землю нельзя разделять Нельзя разделять патриархию Киевскую и Владимирскую Андрей Боголюбский С 1157 года Великий князь Киевский, князь Суздальский Ростовский и Владимирский Сын князя Юрия Долгорукого Помогал отцу в борьбе за Киев После смерти Юрия Долгорукого Перенес столицу Ростова-Суздальской земли В город Владимир на Клязьме Подчинил своей власти Киев и Новгород Организовал несколько военных походов на Киев В его правление Владимира Суздальское княжество Дастегло значительного могущества Был убит в 1174 году В результате заговора И в конце концов этот конфликт Конфликт очень серьезный Завершился тем, что Андрей Боголюбский Вынужден был Федора Цайтова Отдать на суд Киевскому митрополиту И тот его казнил как еретика То есть ему выкололи глаза Отрезали язык, отрубили правую руку На собачьем острове, на песем острове Кончилось все это плохо для Федорца Причем этот Федорец там обвинялся во всех страшных грехах Что он там и им с доимством занимался И людей мучил, и распинал Для того, чтобы какие-то средства получить Ну был бы человек хороший Ну видите, я думаю, что вряд ли он это мог позволить себе Без разрешения Андрея Дюгеревича или Юрьевича Потому что человек-то был достаточно жесткий Андрей Боголюбский Третий такой мощный заход, конечно Это был не теологический спор Это были конкретные судьбы, за этим стояли Это было политическое решение прежде всего Потому что явно Андрей Боголюбский Который хотел стать самовластом в русской земле Он хотел вывести и под себя митрополита Вообще, надо сказать, что вот эта вот борьба за выход Из-под влияния Константинополя Она каждый раз русскую церковь все больше и больше Загоняла под светскую власть Третий очень такой мощный заход Это борьба за митрополита Киевского митрополита Который должен был осесть где-то на северо-востоке Между Тверью и Москвой Иван Калита Михаил Тверской Когда тверичи очень необдуманно, так сказать, выступили против этой кандидатуры И Петр переезжает в Москву И останавливается там Хотя официально его резиденция остается в Киеве Затем четвертый заход тоже очень мощный Это, конечно, Дмитрий Иванович Московский Или Дмитрий Иванович Донской Который хочет посадить своего митрополита Карманного митрополита, это совершенно очевидно Митяя Описание которого, кстати сказать, мне всегда напоминает Описание патриарха Никона Потому что там Да, прямые патриархи проводят Пишет, что он, значит, был рожайст Мускулист, креп Чити Гораст, Пити Гораст Славесам Красным был Гораст И вообще во всех отношениях был совершенно потрясающий человек Но у них норов был разный Но норов был разный, да Митяя, мне такое ощущение, был человеком Даже, можно сказать, жизнерадостным В отличие от Никона, достаточно мрачным И, случайно же, Митяя, в общем, не хотел монашества Да Ну, так сказать, вот это больше светкости Ну, он из светских-то и был У него, собственно говоря, срочно постриг Да, срочно постриг Наконец смерти Алексея А Алексей, понимая, что происходит Завещает свой престол Человеку, который приехал проверять его Там инспекционная проверка была организована Константинопольским патриархом По письму великого князя Литовского Который сказал, что что такое Киевский митрополит, который не блюдет свою паству Он его просто в Киеве ни разу не был Он присылает как раз Киприана Который должен был посмотреть Так ли это на самом деле Если так, то Отрешить от должности И занять его место И Алексей завещает Митрополитчий престол Киприану Который едет в Москву А тут уже его Дмитрий Иванович разворачивает При том, что Церковь стремилась Светская власть стремилась подметь Церковь Она была более самостоятельной Конечно, в условиях Появления нескольких центров Там Московский, Тверской, Литва и так далее Потому что И ведь не случайно, что Был период такой То русин То грек Типа Феогноста Или Сидора И они, конечно, были более самостоятельные И у них была возможность быть Больше самостоятельными Выступая в роли арбитра Между, так сказать, русскими князьями Древнерусскими князьями И я бы сказал, что Наша Церковь в этот период До 15-го, до 16-го века Была более самостоятельна По отношению к власти Нежели То, что потом произошло Не случайно Игорь Николаевич Отметил Чем больше Стала Церковь защищать Национальные интересы Определенных государственных образований Тем в большей степени Она попадала под власть А в тот момент, когда Она как бы стояла над Тут еще не забывать Орда И особое отношение С Ордой Так сказать Те Огромные привилегии Которые Вот Игорь Николаевич Мы поправим Он все-таки специалист По этому периоду Но ведь Русская Церковь получила От Ордынцев Привилегии больше Чем имела до этого Древнерусских князей Конечно Потому что до этого Древнерусские князья Первые княжеские уставы Это разделение Сфер влияния Светской власти и духовной И доходов Или точнее получение Доходов Которые давали Причем там же был еще И очень хороший прецедент Потому что В свое время Болгария Первое болгарское царство Фактически Покорив Византию Добилось Учреждения Своего Климентохридский Как один из Центр возможных Центр возможных Значит Православных И добились того Что разрешили вести службу На славянском языке Вот это Очень мощный был момент Недаром у нас Такие постоянные связи Были с Болгарией Вплоть до 15 века Когда книги И книги И идеи Переходили Потому что Недаром ведь Говорят о том Что это болгары Заразили Москвичей Потихонечку Идеей Третьего Рима Я даже думаю Что Выбор веры Был в определенной степени Так сказать Важным аргументом Было то что Византийский император Имел право Вмешиваться В дерла церкви Думаешь к этому времени Это уже было Достаточно актуально При выборе Думаю что да И привлекательно Думаю что да Если вера сверху А креститель Равнопосленный Владимир Великий князь Он делал это сверху То Некоторые даже называют Что он Взял в жены Это же операторский род То есть он Как бы породнился С императором То есть он ровня Почти Почти ровня И ну Он конечно не император Вся Руси Так это сложно говорить Но будучи почти ровней Он конечно хотел Перенести И поставить Организовать Систему Да Считается что Первые киевские князья Были крещены Вскоре после 860 года Когда состоялся Поход Аскольда и Дира На Константинополь Древний русский летописец Не знал об этом событии И считал что Первый среди киевских князей Крестилась княгиня Ольга В Константинополе В качестве Общегосударственной религии Христианство было введено На Руси Владимиром Святославовичем По его приказу Вначале были крещены Киевляне Затем Новгородцы В 11 веке Христианство Распространялось В городах А к 13 веку Было крещено И сельское население И в начале 14 века Когда Михаил Тверской Вводит В свой титул Великий князь Всея Руси Это ведь часть Титула Митрополития Это рассматривалось В частности И как возможность Влияния на церковь И оказывание давления На церковь Это сыграло В общем-то Негативную роль Для Михаила И для Твери И для Твери Да И на этом сыграли Как раз Московские князья И Но что интересно Вот тоже Они сыграли на этом Для того чтобы Опять-таки Взять под свое крыло Церковь На фоне внутренней борьбы За консолидацию Вокруг единого центра Русских земель При том что Киев был где-то Вот тоже рядом Туховный центр Это важнейший был аргумент Собственно говоря Это один из самых Серьезных аргументов Там не столько Борьба против Орды Насколько я понимаю Потому что Здесь тоже были Парадоксы Довольные Вот по поводу 1299 год По-моему Перебрался Во Владимир Окончательную Правильно Если мне память Не изменяет Но вообще Владимирская метрополия Признана Это как раз Алексей Да То есть уже Ну сколько Более ста лет Более ста лет Пребывают Во Владимире А уже потом Перебрались Уже Три десятка лет В Москве И только К этому времени Появляется Вот так сказать Из Киева Владимирская Официальная Признается В Константинополе И глючно Это тоже можно Рассмотреть Как попытка Церкви Чуть-чуть Дистанцироваться От светской власти Потому что Мы живем здесь Но вообще У нас кафедра там Как была политика Империи Я имею ввиду Византийская империя Они же следили За тем Что происходит На севере Их это В какой степени Касалось Они пытались То что они Контролировали Относительную ситуацию Это понятно Но вот это вот Попытка Там митрополит Тут митрополит Они сталкиваются Перетягивают На свою сторону Великие князья Вы знаете Тут хитрый вопрос Потому что Вот у меня Создается такое впечатление Что во второй Половине 14 века Уже Константинополь Это не волнует Потому что Вот вся эта история С Митяем Михаилом Она очень показательная С одной стороны Отправляется инспектор От патриарха С другой стороны Приезжает человек Который представляется Ставленником Дмитрия Ивановича Потому что Митяй Михаил Умер При подъезде Константинополя И вместо него Приходит совершенно Никому неизвестная Личность Там было Три архимандрита Ехавшие с ним Да-да-да Они выбрали Передравшись По сути Казнулина Казнули поделили И Пимель становится Он становится Опять-таки По какой причине И при этом Еще Дионисий Суздальский Батиндует Во-первых Митрополитская казна Вся оказалась Поделенной По-братски С Константинопольским Патриархом Во-вторых Он взял Те листы Ведь Митяй Когда отправлялся Он получил То, что называется Карт-бланш Это были Пустые листы С великокняжеской печатью Он под эти листы Взял В долг Огромную сумму денег У банкиров Константинопольских Но когда он возвращался Денег У него не было То есть Все это Решилось В Константинополе И он ехал уже Как поставленный Митрополит Хотя там был Дионисий Черниговский Суздальский Суздальский Епископ Который Претендовал На этот пост И он Когда узнал Как происходит Все это дело Он поехал Жаловаться На Дмитрия Ивановича Который посылает Своего ставленника До этого Дав слово И заручившись Поддержкой Сергия Радонежского Что он никуда не поедет На следующий раз День поехал Он узнав об этом Поехал к Дмитрию Ивановичу Рассказал ему Как Пимен Получил Митрополитический сан Тот Развернул Пимена Пригласил Опять Киприана Который в это время Приехав В Константинополь Понял Что тот человек Который его посылал Уже отсутствует А новый патриарх Вообще не в курсе дела Это инспекционные поездки Там же это связано Было еще с тем Что постоянно менялись Патриархи В самом Константинополе Потому что Один был замешан В том Что он подговорил Сына турецкого султана И сына византийского императора Чтобы они Значит Свергли своих отцов Заняли их места Заговор разоблачили Его убрали То есть там Настолько сложные Были политические игры Византии Византии Их мало Судя по всему Волновало Кто будет Но все-таки Определенная тенденция Это видна Они все-таки Пытались достаточно долго Не допускать раскола Им было удобней Удобней Видимо И управлять Вот эта ситуация Когда все-таки Один митрополит И пытались сохранить Это единство Потом Стоять над схваткой Потому что Конечно Появлялись Претенденты Со стороны Литовского князя Которого Надо посадить Московские князья И это тенденция Ощутима Всякая поездка В Константинополь Для того Чтобы Вашестоящая станция Сопровождалась А вот известные Столкновения С новгородцами По поводу Так называемых Судных Мечных денег Значит Это Был Один раз в четыре года Или в два года Я сейчас не помню точно Приезжал в Новгород Митрополит И Второй раз судил Это был такой Суд над судом И новгородцы Встречали За это платили Где-то Огромные деньги И вот Новгородцы Отказывались Московским Митрополитам Платить И Была такая Очень Тяжелая история Она при Алексее Началась Продолжилась При его Это вот Все связано С теми деньгами Которые надо было Собрать И ехать Потом в Константинополь Чтобы Закрепиться На Митрополитчем Престоле Да Деньги конечно Играли огромную роль Но все-таки У Константинопольской Патриархии Была Свои интересы Безусловно Да Интересы Это уже потом Когда Мы получаем Ситуацию падения Константинополя Я просто думаю Что все-таки Конец 400 Начало 15 века Когда очень остро Стояла опасность Османского завоевания У них Головные боли Были по другому поводу В основном Хотя они конечно Пытались удержать Под контролем Подвластную территорию И к тому времени Было Сколько у нас Патриарха Вот был Византийский Патриарх И папа Был Византийский Патриарх Антиохийский Патриарх Был Иерусалимский Патриарх Да Ну вот И И все Четыре Потому что пятым Будет уже Московский Патриарх Когда восстановят Первоначальное Количество Патриархов Вселенских Пять В 15 веке Начинает Очень быстро Меняться Ситуация Потому что С одной С одной С другой стороны Москва Закрепляется Как такой Центр Очень мощный Политический На северо-востоке Руси А с другой С другой стороны Колоссальные Перемены Которые Происходят В Византии В самой Но первое Это конечно Ферраро Флорентийский Собор Который Собор С той Целью Чтобы получить Согласие Всех Метрополитов И всех Православных Патриархов На признание Верховенства Папы Римского Серьезнейший Вопрос Это скажем Не первое Такое Соглашение Которое Подписывалось Потому что В 1204 году Когда Крестоносцы Захватили Константинополь Тогда ведь Тоже был Такой Момент Когда Византийский Император И Константинопольский Патриарх Бежали в Антиохию И они Подписали Унию С Папой Но они Подписали Сами Здесь Собирался Вселенский Собор На котором Принималось Общее Решение И там Были Представители И от Русской Церкви Исидор Исидор И был Представитель Светский Один Это был Федор Которого Послал Михаил Тверской Единственный Светский Представитель Он оставил Документы Там остались Да Есть Описание Два человека Сопровождали Исидора Оставившие Довольно Любопытное Описание Он такой Нейтральный А другой Конечно С обвинением Исидора Причем Он отказался Участвовать В этой процедуре Сам этот Федор Он уехал Он Категорически Отказался А Исидор Подписал Ждали реакцию Константинополя А Константинополю В это время Как вы понимаете В сороковые годы Значит 15 века Не до События Руси Но тем не менее Конечно Это очень серьезный шаг Когда Великий князь Отрешает От должности Опять таки Да И ставит Своего человека Причем Это в одночасье Совершается Во время службы Там же Когда Возвращается После Флоренции Ну да Исидор Да Он Во-первых Он несет Католический крыш Крыш Крест То есть Латинский Ведет службу И первого Поминает Папа А потом Только Константинополь Причем Причем Вроде До этого Все нормально Подписал И подписал Но вот Такие вот шаги Это вопрос Об интерпретации Потому что В позднейших Повестях Речь идет о том Что в тот же день Его отрешают Арестовывают На самом деле Там Четыре дня Прошло Потому что Явно Значит Все были В шоке Дмитрий был Значит Василий Дмитриевич Был в шоке Да И не сразу Так сказать Потому что Поняли что происходит Очень энергично Вообще Исидор Видимо Фигура Это Очень любопытно Он же Приехал В Саня Бабского Легата Да Нет Он Один из Лидеров В принципе Флорентийского Собора Это был образованный Человек На самом деле И когда он уезжал Он ведь уезжал Несмотря на то Что якобы Его отговаривали От этой поездки Он уезжал Снабженный Не только Вот собранными Так сказать Церковными Богатствами Но светская Власть ему Дала много И он же ехал Он ехал через Европу Новгород Петров И дальше И его Ведь воспринимали Как человека Который везет Православие Что будет Так сказать Православный Чим Так сказать Принят И он ехал Под ура А вернулся Но это уже Другой Рассказ Другой Рассказ Иначе Вот Ну собственно Мы говорим Сейчас подползли К теме Симфонии Властей Знаменитой Или как сейчас говорят Симфонии Да Или симфонии Да По церковному Так сказать Вот Как принцип Замоотношения Светской Духовных Властей Якобы Ну Унаследованы От Византии Хотя По моему Глубокому Убеждению Даже тогда Когда мы Наследовали От Византии Мы наследовали Уже в своей Интерпретации В свое Понимание У нас как-то Всегда Когда говорят Об истории Руси Образовавшейся России Речь идет О Так сказать Едином Как это называется Правовом поле Вот если говорить О едином Правовом поле Единственное Что объединяло Все земли Действительно Это было Каноническое Право Да Духовно Каноническое Да Это колоссальное Совершенное Правовое Пуле Потому что У нас Светские Законы Подчинялись А вы посмотрите Светские Законы Что они Рассматривают Какие они Прецеденты Рассматривают Какие случаи Они рассматривают И что Рассматривает Каноническое Право Вся личная Жизнь Человека Находится Под Ведение Как раз Духовной Власти Это церковное Право Это заключение Браков Это вопросы Преступлений Против личности Кстати сказать Это все идет Только там Оскорбления Насильственные Действия И так далее Но об этом Можно судить Скажем По памятникам Канонического Права Даже таким Которые Вот вопрошание Которые у нас Очень редко Вспоминаются Но это очень интересная вещь Поскольку Приходские священники Задают вопросы Высшим иерархам Получают ответы Эти ответы фиксируются Что делать В таком случае В таком случае В таком случае Неопределенным Каноническим правом Которые приходят Из Византии Там очень сложные В общем-то Действительные ситуации И эти ситуации Фиксируются Когда мы туда заходим Это частная жизнь Человека Это каждодневная жизнь Потому что Круги Влияния Власть Где-то там Но при этом Интересно Если продолжить Эту мысль Как меняются Вопросы Исповедальные Они ведь тоже Отражаются Потрясающие Совершенно Они отражают Не только Некую такую Духовную Каноническую Какую-то Основу Так сказать Определение Греха И прочее А там Вмешиваются И процессы Социальные И политические Что волнует И что тревожит В это время Власть Которые В принципе Садают Эти вопросы Через устами Священника Исповедания Духовного Отца Исповедь Таинства Церкви Раскрытие верующим Своих грехов Священнику И получение От него прощения Отпущения грехов Именем Иисуса Христа Исповедь связана С главным Христианским Таинством Причащением Как и в католицизме Так и в православии Тайна Исповеди Соблюдалась Строго Правила Обозначенные В богослужебной Книге Требники 1662 года Запрещали Открывать Тайну Исповеди И грозят Виновному Самым тяжким Наказанием Однако Безусловность Тайны Исповеди Была серьезно Нарушена Во времена Царствования Петра Первого Тайна Исповеди Это вещи Очень серьезные Но поскольку Во-первых Храмы небольшие Во-вторых У нас Исповедали Надельных нет В православных Храмах Значит Накрыл Епитрахилию Священник Прихожанин Или прихожанку Он должен Ему исповедоваться Говорят А многие Стесняются Говорить Он говорит Надо задавать вопросы Такие чтобы человек Отвечал Да или нет И начинают составляться Эти списки Вопросники Вопросники Которые все время Увеличиваются Потом они делятся Отдельно на мужские Отдельно на женские Потом выделяются Детские Потом для монахов Чинам Потом по чинам Потом для монахов Одно Для монахинь Другое Там настолько Сложная система Но это тоже Потрясающий Совершенный источник Потому что Тоже вот Влазим В те сферы Которые не отражаются В источниках Традиционных Таких Повествовательных Такие как летописи Или там Актовый материал Он не фиксирует Таких вещей А тут Личная жизнь человека Была под постоянным Контролем церкви Конечно Это очень сильный момент И поэтому Та ситуация Которая складывается Уже во второй половине Как раз 15 века Она конечно Больно отражается На всех Тем более Что тут еще Усугубляется И тем Что семи тысячный год Приближается То есть Вот это ожидание Конца света И выяснение Кто кому Должен подчиняться Как В какой степени Это ведь выражалось В очень любопытных Произведениях Скажем Тот же самый Иосиф Володский Пишет Трактаты В которых он пишет Всякая власть От Бога Но кому Досталась Это вопрос Случа Поэтому Светский Правитель Князь Должен отчитываться Не только Перед Богом На страшном суде Но он должен Отчитываться И перед своими Подданными И они имеют Право Сопротивляться Тиранической власти Буквально Это вопрос О том Что у нас Иногда И еще Володского Представляют Как вот Идеолога Самодержавия Правильно Но потом 1505 год Да Значит Меняется власть Иван Третий Скончался Василий Третий Приходит К власти И берет Под свой патронат Волоколамский монастырь Сразу меняется Тон Всякая власть От Бога Бог сам знает Кому он Эту власть дал Отчитываться Великий князь Толжен только Перед Богом На страшном суде Все Все остальные Власть руками Трогать не должны Вот этот перелом Он очень существенный Очень существенный Потому что Вот как раз Рубеж 15-16 века Когда вдруг Изменяется Это отношение И изменяется Как раз Со стороны церкви Ну а дальше Там уже события Конечно развиваются По нарастающей Потому что там К власти приходит Следующий правитель Да Иван Который не очень стесняется В средствах И конечно то что Иван четвертый Иван Грозный Он проводит Стоглавый собор Задает вопросы Вопросы очень неприятные Если мы почитаем Стоглав Это вопрос В общем то О наведении Порядка в церкви Кто инициатор Государь Кто отвечает Церковь Ну это еще не самое страшное В поведении Ивана Это начало Это только начало Ну это действительно Получается Вот этот Некая двойственность В конце концов Константин Великий На первом вселенском То говорил Что я не имею Права судить Духовенство Они его Могут судить А Иван Наш ставит Вопрос А имеют ли Они его Право судить Имеется ввиду Дело Филиппа Калачева Игорь Иванович Тут же возникает Еще одна Коллизия Которая у нас Часто опускается Иван Грозный Был первый Венчанный царь Да Из тех Кто реально Пребывал на престоле Я не беру Там Дмитрия Внука Потому что Ну это Понятная ситуация Венчание на Великое Княжение Венчание на Великое Княжение А это царь Великий Князь Причем Иностранцы Это фиксируют У нас как-то Это все проходит Вторым планом Обычно иностранцы Фиксируют Они говорят Что они называют Своего правителя Царем И считают Что это титул Который стоит Выше императорского Титула И выше королевского Титула Почему? Это титул Сакральный Библейский Это библейский Ветхозаветный Библейский титул Это помазанник Божий Это представитель Бога И это все еще Сочетается с теми Установками Которые были Изначально У того же самого Ивана Васильевича Который явно Себя Мнил Ну Если не спасителем То во всяком случае Правой рукой спасителя Понимаете Это ясно даже Из того Он воспринимает Действительно Себя Как наместника Бога На земле Буквально Буквально Игорь Иванович Но При Иване Грозном Пишется рассказ О том Как Василий III Разошел С Соломонии Собуровой Этот рассказ У нас цитируют Обычно Ну так это и было На самом деле Да Как Василий Ехал Увидел там птичек Которые вьются На гнездом Заплакал И сказал Что птички небесные Деток имеют У меня детей нет У них в Соломонии Много лет не было детей Вот и Значит там Земля каждый год Дает плоды свои И Звери лесные дают Это Сергей Михайлович Соловьев Дает просто Как открытый текст Вот так оно было На самом деле Он задумался Над тем Что будет дальше И решил разойтись Соломония Написано это было Когда И кем Это при Иване Грозном Пишется Что ты делал И что это такое Это прямая цитата Из Протоевангелия Иакова Это рассказ О рождении Богородицы Потому что Вот точно На такую же тираду Анны Будет голос Который скажет Будет у тебя ребенок Это будет непростой ребенок Иван Грозный Себя подает Как нового спасителя Или предтеча спасителя Ну и этот же случай Можно иначе Немножко интерпретировать Вернее Добавить К этой интерпретации Тут очень интересно Конечно Параллель С текстом Сакральным И при этом Вот вся эта история С разводом Ведь он еще Что Василий Третий Все таки не Иван И он позволяет И он позволяет Себя Разводить Канонически То есть он Четвертый И так далее Поворачивается Действительно Иностранцы Фиксируют Что русские люди Причем Речь идет О титулованной Знате Первостатейной Знате Которые Воспринимают Над ними Кто? Царь? Бог и царь Вернее В такой интерпретации И это уже Вторая половина 16 века Середина 16 века Весь 17 век Ну и появляется Еще одно Словосочетание Царь-святитель Царь-батюшка Слово ведь Батюшка Не просто Как Такой Патриарх Ну и шесть Если дальше идти Христос Который То есть Бочва вся Подготавливается В 16 веке Полнейшая Сакрализация Уже Самой личности Не просто Власти А и носителя Этой власти А может Позвольте С задать вопрос Следующий То есть Когда происходит Миропомазание На царство То кто Должен Помазывать Чтобы Титул Соответствовал Реалию Вот Патриарх Поэтому И Вот Симфония Властей И История При Федоре Учреждения Патриархии Она связана Именно с Этой Как раз Равнозначностью Властей Московский Государь Есть Царь Есть Но Нету Патриарха Это Нонсенс У меня Такое впечатление Что Скажем Когда Иван Венчается На царство Там Есть Вот этот Момент Когда Он Ставит Себя И выше Патриарха Потому что Его Метрополит Помазывает На царство Но Тем не менее Никто Не сомневается В том Что Он Есть Представитель И помазанник Божий Я думаю Что Все-таки Пресечение Вот этой Линии Родословной Оно тоже Сыграло роль В том Что Борис Годунов Настаивает На Учреждение Патриаршества С тем Чтобы Полностью Сделать Новую Власть Легитимной Не Ну Тут Немножко Опережает События Игорь Николаевич Происходит При жизни Федора И еще Но я думаю Что Так далеко Думаю И заглядывал Борис Я думаю Что заглядывал Но это все-таки Год-то какой Неполноценность Вот Отсутствие Одного равного И важного Звена Патриарха Для Звена Другого Которая На самом деле Не равная А уже Много больше Она Ущетима Была И отсюда Такие Колоссальные Усилия Для Учреждения Патриарха Вы затронули Упомянули Точнее Один факт Что Мистически Ожидали Конца Света Там Совпадение Было Определенных Чисел И знаков И с другой Стороны Вот Незавершенность Как бы Процесса Названного По теории Россия Москва Третий Рим То есть Если мы Движемся В сторону Что мы Русь Являемся Оплотом Вселенского Православия И мы Истинной Верой Правильно Славим Христа То если Это мы Правильно Делом Нужно Развершить Процесс А вершин Является Миропомазанник Помазанник Божий А кто Будет Помазывать Помазывать Должен Первый Иерарх Пересветитель А это Только Уже Не Митрополит А именно Патриарх Тогда И Уровень Власти Будет Максимально То есть Сакрально Происходит Сакрализация Власти До этого Не было А вот Уже При царях Которые Конечно Не разовый Шаг Это сложный Процесс Иван Васильевич Забежал Вперед Но с точки Звездской Власти А потом Уже Она была Выровнена Понимая Что Те кто Смотрел Слишком далеко Я думаю Что люди Были Которые Далеко Смотрели Там Очень сложная Ситуация Потому что Конечно Были попытки Идеологически Все это Обосновать Но во первых Начнем с того Что то что В семитысячном году Не наступает Конец света Это колоссальный Подрыв Авторитета Церкви Вот понимаете Я например Это по исчислению От сотворения мира От сотворения мира Да Я например Уверен в том что Он на какой год Точно приходился Семитысячный Это 1492 год Но там были Еще и другие даты Потому что Как только это Не произошло Тут же начали говорить Что Неправильно посчитали Нет Нет Сказали что А в писании Сказано Что Дата Это неизвестна Ни ангелам Ни людям Это все В руках Бога Отца Кстати сказать Вот само Словосочетание Временные лета Все повести Временных лет Это ведь откуда берется Из деяния апостолов Это по моему Шестой стих Первой главы Когда Апостолы Спрашивают Христа Перед вознесением Значит ли то Что он воскрес Что Господь Восстановит царство Израилю Он им говорит Вам не дано Ведать Временных лет Я же отец Свою областью Положи Вам не дано Знать чисел И времени Которые в руках Бога Отца Вспоминает сразу Это И начинает Тоже говорить Но вообще Это скорее всего Произойдет Либо в 707 году Либо в 707 году Либо в 707 году То есть там Должны быть семерки Но Споры возникают Очень серьезные Тогда И появление Еретиков Которые Они оспаривают Прежде всего Дату И правильность Этой даты Определения Ее Потому что Говорят Есть другие Системы Летосчисления Скажем Есть иудейская Система Летосчисления Вот так называемая Ере жидовствующих Она судя по всему Только к этому И сводилась Потому что Новгородский Архиепископ Геннадий Он Проштудировал Шестокрылый Который Привез с собой Схария Для того Чтобы Вести Полемику С еретиками Николай Булев Рассчитывает Немец Рассчитывает Дату Нового Всемирного Потопа И старец Филофея Провергает Эту дату Это колоссальное Совершенное Напряжение Интеллектуальное Как обосновать Это Вот вы извините За такую параллель Но я уверен Что принятие 22 съездом КПСС Третья программа Партии Где было написано Что в 70-м году Будет построен В основном А в 80-м году Окончательно Через 20 Это сыграло Очень существенную роль В подрыве Авторитета Самой идеи Потому что В 80-м году Если вы помните Придумали Развитой социализм И начали говорить О том Что вообще Неправильно Указывать в программе Партии Точные даты В принципе Все должно рассчитываться А вот точную дату Указать нельзя Вот повторение Этих ситуаций И это В значительной степени Предопределяет То что Падает Авторитет Даже у тех Кто верит Это то что Отчасти Пророждает смуту Потому что Как раз Это канун смуты И кризис Идеологический То же самое Число зверей Другая ситуация Да Тысячи За 66-й год Ждут Ждут все того И все связано Опять же Связано С расколом С другой стороны Как люди Вот Падки на Внешние Вот эти вот Проявления Если знаменитый Но политико-исторический Такой Не то чтобы анекдот Если вы помните Раньше Интурист Был Вот На площади Которая Называлась 50-летие Октября Напротив Исторического Музея Там наверху Горела надпись Коммунизм победит И Любимая Переводческая Шутка Была Рассказывать О вопросах Иностранцев Они значит Издеваясь Спрашивали А когда победит А почему победит А где победит Правильно Ну человеку Всегда хочется Знать свое будущее Да Вот И вот эта Как бы Нерешенность Этого вопроса Она будоражила Она вносила смуту И нужно было Ну Не то чтобы там Обосновать Подвести Идеологизировать Там Здесь абсолютно Другая Другой пласт Как бы Культурный Здесь меньше политики Но Все слишком Приобрет Вот здесь все Как раз Исходится Почему мы И рассуждаем об этом Где эти точки Притечения Власти Скажем вопрос Опять-таки О легитимации И духовной И светской Власти На Руси Как раз На рубеже 15-16 И что значит Чтобы власть Была воспринята Как сакральная Да Одно дело Под Там Легитимация власти Обязательно Подразумевает Сакрализацию Этой власти Без этого Ни одна власть Не существует Понимаете Когда сказанная фраза В 93-м году Власть нельзя Трогать руками Да Ее нельзя Трогать руками Это сакральная штука Везде Где бы это ни было Ну уж в России Тем более Естественно И вот Легенда О Белом Клобуке О передаче Белого Клобука Правда Новгородскому Архиепископу Но все равно Папа Римский Передает Регалии То есть Уже Все готово Тоже появляется И легенда о шапке Мономаха Которая раскручивается Одним из самых Главных символов Самодержавия Считается шапка Мономаха Золотой остроконечный Головной убор Предположительно Восточной работой Конца 13-го Начала 14-го Веков С соболей опушкой И крестом Украшенные Филигранью И драгоценными Камнями Жемчугом Рубинами Изумрудами Шапка Мономаха Относится к числу Древнейших царских Регалий Хранящихся В вооруженной палате Московского Кремля Начиная с Ивана Калиты Во всех Духовных грамотах Московских князей Упоминается Шапка Золотая Возможно Именно она В 1572 году В завещании Ивана Грозного Впервые была названа Шапкой Мономаха Насколько я понимаю Наоборот Сначала легенда Ну это не важно Даже кто там Чуть раньше Кто чуть позже Потому что Мы с этим Имейте ввиду Попытка Папы Через Нет Это по сути дела Новгородская попытка Поднять Новгородского Епископа Потом архиепископа Противопоставляя Митрополиту Московскому Московскому Он получает Вообще От Рима От Рима Белый Колобук От Рима И потом Сантинополь Как бы уже Постепенно Перетягивается Уже и на Митрополита Но то что идет Этот процесс Идеологического Обоснования Того что Это возможно И он имеет На это право Ну безусловно Вот конечно Невероятно Сложные коллизии Потому что Я думаю Что вообще У нас еще Ну сакральность Она предполагала Именно ее Определенную Приемственность Конечно Обязательно Приемственность Сакральных Как бы Таких Поэтому когда Вы правильно Говорите о том Что вообще Патриарх Должен Миропомазать Да Но тут уже В принципе Все есть Осталась Формальность Серьезная формальность Но формальность В принципе Мы уже Право имеем Эта идея Конечно Она присутствует Хотя завершается Она Но если Мы претендуем На вселенскость Православия В интерпретации Теории Москва Третий Рим То нужно Закрепить Это право Конечно Мы не просто На вселенную Мы и на первенство Еще начинаем Это первенство Да Поэт Последнее царство Как известно Когда принимаем Православие Первоначально Мы третье место Занимаем Константинопольский Новый Иерусалимский И Московский Патриарх Это уже Когда Все-таки Пришлось Утверждать Появление Новой Патриархии В Греции Там Собрались Иерархи Греческие Они все-таки Отвели Пятое место Московскому Патриарху И с этим Вынуждены были Согласиться Хотя Как бы Соглашались Формально Потому что В душе Взять Арсения Суханова Никогда не соглашались С этим Потому что Говорили Антиохийский Какой-нибудь Александрийский У него там под началом Несколько десятков Церквей Несколько там Монастырей И так далее Когда как У нас У митрополита Сколько Про патриарха Говорить не приходится Да И сегодня Когда идут службы Там же Поминания Патриархов Идут по Мере утверждения Этих Патриарших Престолов И мы как раз Не первыми Поминаем Все удивляются Какая-то Маленькая Антиохийская А Новый Иерусалимский Монастырь Храм Господний Там же Пять мест По его числу Пяти Патриархов Но Никон Приуготовил себе Первенство Еще место Ну это как раз Рассвет Вот той самой Борьбы между Светской и Духовной властью Светской и Духовной властью И в контексте Этой борьбы Светской и Духовной власти Нарушение Этой так называемой Симфонии Еще и одновременной Утверждение Первенства Вообще Первенства Над православным миром Московской патриархии Московского патриарха Сложность ситуации Она Пушкиным Частично Может быть Если я правильно понимаю Описана Что когда Выходит и кричит Что же вы молчите Кричите Да здравствует царь Дмитрий Иванович Народ безмолвствует Вот эта вот фраза Она вот в оцепенении Он не понимает Потому что этот человек Он вроде как не наделен Сакральным смыслом Сакральностью Да он Непонятно кто это И народ удивлен И вот это вот брожение И смута Которая пошла Кажется Здесь намек такой Образ хотя создан Художественный Не все его понимают Буквально Ну это образ художественный Это Пушкинский образ На самом деле народ и кричал И все Не поддерживал Потому что Да надо было Борис отлично понимал Что ему нужно Добиться вот этой самой Легитимности И он делал все Для ее утверждения Но не повезло Да не повезло Но он И в общем-то В его Венчании И в дальнейшем Так сказать Идеологическом обосновании Присутствуют Все элементы И бога избранности Другой разговор Что ее Так сказать Опровергают И все соответствующие Были пройдены Процедуры Больше того Он новые Вел процедуры Он например Вел присягу Себе В церкви Когда до этого Присягали У церкви Так сказать А он Так сказать Сакральное пространство Мне сакральные фигуры Присягают Понимаете Он усилил Вот эту Сакральность Но не спасло Ну не урожай Не урожай Не урожай Не урожай Да Ну как-то уже говорили По-моему На одной из ваших передач Как раз О том что Там общество Входило в смуту И не было столь уставшей И готово было Помериться Кулаками А Михаил Это уже общество Уставшее от смута Кстати Он-то венчается При этом Не патриархом Потому что Патриарха как такового Не было Гермоген умер Нареченный патриарх Но якобы Тушинский Отец В плену Его Местоблюститель Престола Венчает Помазует Вот Ну Оказалось Самодостаточно Если митрополит Конечно Ну С другой стороны Патриарх Он Как бы уже есть Его не надо получать Еще откуда-то Уже преемство Да Наполение патриарха Это особое Главное Что он уже был Потому что Опять-таки Это представительство Светской власти Которое Силой Буквально Заставляет Константинопольского Патриарха Да Дать согласие Сколько он полтора года Его продержал В заключении Да Борис Почему упирались Ну полу Полу заключение Ну он разогнал людей Там Да Да Было оказано давление Давление было оказано Конечно А что боялись Константинопольские Патриархи Конкуренцию Несомненно Только да Конкуренцию Тут совсем другая Ситуация же Для Константинопольского Константинопольского Будет себя хорошо При этом это симфония В каком смысле Все таки Алексей Михайлович Низлагает Никона Не так как Филипп Калычев Низвергает Иван Все таки Вот Это было нарушение Этой симфонии В массовом Так сказать Представлении В взаимоотношении Нормальной церкви Что можно церкви Делать Так сказать Духовными лицами И светской власти Поэтому Он все таки Вот устраивает суд Ну Якобы Законный суд Для чего И заманивает Этих Четыре года Их заманивают В России Чтобы они приехали И судили его Вот Современный Человек Живущий в 21 веке В его Таком Секулярном Пространстве Прагматичном Материалистичном Он не может понять Почему Вот такое внимание Уделялось Вот этому факту Видимо Вот то что вы сейчас сказали Что общество Простые люди Скажем Они могли не принять этого То есть Конечно Царь то известный Царь не настоящий И это могло привести К самым Катастрофическим Последствиям Самым Для них Понимаете Вот Связь слова и дела В рамках Средневекового Сознания Она Более ощутима И более явственна Вот для человека Соберемся вместе Выберем царя В кабаке Фраза звучит Вроде как Мы скажем По пьяни Кстати Когда следственные дела В основном Мы объясняем Что по пьяни Вот Но Власть И общество Часто реагировало Соберутся Выберут Понимаете Слово превращалось В дело А это шло Опять же Писание Конечно Которое начинается Со слова Слово Искание Без слова Слово Слово Знак Сивол Он наполнил Реальным содержанием Есть еще одна линия Которое Которое точно прослеживается Тоже в 16-17 веках Это В значительной степени Подспудные споры Относительно того Что важнее Соблюдать обряд Или искренне верить Это вот идея Которая присутствует Очень глубоко У Ивана Пересветова У Андрея Михайловича Курбского И потом Вот этот вопрос Об обряда вере Он во весь рост Станет уже в 17 веке Когда начнутся Выяснения отношений Нам тоже не всегда понятно Он до сих пор вставит Этот вопрос Да конечно Креститься двумя перстами Тремя перстами Ходить по салоне Или противо салоне Два раза Или три раза Произносить Ну какая разница Нет Это колоссальная разница Для них это колоссальная разница Потому что Вот то О чем сказал Игорь Львович Вот Соединение слова Дело ритуала И Действенности этого ритуала Это колоссальная Люди на смерть На погонь шли На костюр За Вот эти вроде бы как Ничего не значащие Для современного Яка Для современного Человека реалии Ну видите Современный человек Он гораздо более Прагматичен И рационалистичен Хотя Эта рациональность Надо сказать Она далеко не так Рациональна Как нам кажется У нас тоже есть Масса вещей Которые Нашим потомкам Будут казаться Смешной ерундой Нет Мифотворчество Стереотипы Которые никакого Отношения к прагматизму Не имеют Это то В чем мы живем Фактически Каждый день И ритуал И ритуал Который мы тоже Соблюдаем Но просто Этот ритуал Нам кажется Настолько естественным Что мы его Не замечаем Поэтому он и ритуал Нельзя Восстановить традицию По одной простой причине Если мы Эту традицию Осознали Начинаем восстанавливать Значит Это уже не традиция Потому что Традиция сама Она невидима Она невидима Тем Кто в ней Это как воздух Да это как воздух Он ест и дышит Пока его не перекрыли Пока его не перекрыли Поэтому иногда Вот эти все Реставрации Ну в частности Языческие Они воспринимаются Именно как ряженые Конечно И кстати Некие реставрации Симфонии властей Даже отчасти В условиях Совершенно других Воспринимаются Очень Ну да Иногда Это Костюмные Получается Несколько Но вот Когда вдруг Мы вспоминаем Не вдруг Вернее А по церковному Календарю В определенный день Мы вспоминаем Патриарха Того же Первого Патриарха Ивова Это воспринимается Нормально Да Мы поминаем Память Выдающегося Человека Святого Первого Русского Патриарха Да Вот Это 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 часть нашей истории И неважно Человек у него был Когда-то в кармане Партийный билет Или у него не было Это Часть русской истории Здесь как раз И вдруг мы понимаем Что это является Частью нашей традиции Часть нашего Исторического сознания Вроде бы Дошедшего до нас Через светскую Интерпретацию Русской истории Но все понимают Что да Наличие двух Составляющих Власти Это было важно Кто Под кем И в какой период Этот процесс Воспринимается По-разному Но тем не менее Одно всегда Уравновешило Другое Как только Пропадало Ну не всегда Уравновешило И тот же Тот же самый Филипп Калачев С его выступлением Это же колоссальный Сила Пример Тот же Гермоген Который Там осуждает Что происходит В годы смута Это же колоссальные Вещи И то что В общем-то Потом мы получаем Коллективного Патриарха Петровский Уже Реформы И святейший Синод Это конечно Огромный удар По той же самой Власти Игорь Львович Удар по власти Удар по церкви Потому что Сращивание Государства И церкви Это великая беда Для общества Вообще Не только для государства Не только для церкви Для общества Потому что Этот противовес Он должен присутствовать Даже Не столь мощный Как хотел При слове Симфонии И вообще Симфония Равнозначной Власти Возникшая Так сказать Самостоятельно И существующая Самостоятельно Конечно получается Совсем Понимаете Властители дум Властители нравственности И властители формальные Это все-таки Должны быть разные вещи Если человек Отстаивает Определенные Нравственные устои Не будучи Зависимым от власти Он может Ведь получить Иногда Колоссальные результаты Ладно Там Наша история Да Давайте вспомним Был такой Моханда Скоримчанд Ганди Да И его Теория Непротивления К чему Это привело Это привело К тому что Ну так мы И нашу можем Историю В конце концов К персональному Самоопределению Николаевич Да Мы уж не будем Действительно Серги нашего Убрать Потому что Совершенно верно Когда человек Берет на себя Такую функцию Ну ладно там Подвижника Подвижника Да Который берет на себя Всю ответственность И который не боится Этого говорить Это колоссальная сила Знаете Это заражает людей Спасибо вам за Сегодняшнюю беседу Благодарю вас А вам Уважаемые Зрители Я Должен Как всегда Сказать Что встретимся Мы с вами Через неделю И обязательно Продолжим Наши экскурсы В историю В поисках Истины Всего вам доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok